я сегодня хотел поделиться нашим новым не то чтобы курятником а местом для выгула кур бролеров у нас на прошлом месте они уже все вытоптали уже года два наверно было я даже расширял здесь возле дома у нас это будет полисадник и я решил значит чтобы у меня куры в общем обработали этот участок так скажем чтобы все зелени тут удалили вот сейчас мы сейчас я их сюда перенесу но прежде чем их сюда перенести я все закрыл вот старые железные листы потом их уберу сбоку закрыл а сверху не час я буду защищать моих цыплят сверху вот кто у нас подписан на канал в этом вконтакте те знают что это называется пво у меня уже два года я показываю этот эффективный способ значит это магнитная пленка катушка от таких помните бобильные такие были магдафоны вот если кто по возрасту застал помнит значит как это делается беру сейчас значит я заранее уже накрутил самореза чтобы цеплят за ним просто цепляю вот тут завязываю на узлы вижу вижу и завязать не буду вот и пошел значит что это дает это дает во первых видимый эффект вот она будет под воздействием ветра трястись и как бы ну отсвечивает мало того что это дает еще и звуковой эффект и потом когда я все это дело натянул мы потом это послушаем как говорится посмотрите своими глазами вот ну все сейчас я несколько натяну все это дело вот 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 Что еще за пивок? Сейчас ветер мало, а тогда ветер будет больше. Так, собственно, как-то не хорошо там получается. Ну вот и все. Натянули, ну как-то примерно так. Не знаю, может быть еще там как-то. Но я уже не стал сильно заморачиваться в принципе. Вот в чем их эффект, смотрите. Вот так вот трясешься. Хотя в принципе я их натягивал, чтобы они были более-менее натянуты. Не более-менее, а посильнее. Но даже так сильно. Прислушайтесь. Вот такой эффект. В принципе она никуда не рвется. Она как бы нормально. Конечно, потом к осени она порвется. Там из-за каких-то причин, не знаю, поразняется или еще чем. Но это будет потом. Ну вот, а так это очень хорошо. Там напугивает всех недопошелателей, кто пытается сверху прыгать. Конечно, если будет сильный ветер, может быть там даже кто-то и оборвется. Ну все, а сейчас я пойду за цыплятор и потом принесу их сюда, тоже покажу. Так, и что, это не будешь закрывать? Подожди. А, ну буду вообще-то. Закрывается вот так вот. Потом вот такая специальная вот на дощечке, где ты не держишься. Поднимаешь потом все, и оно тут уже держится. Здесь тоже, там нет. А что, сразу калитку нельзя сделать? Потом приезжают и ее надо делать, это хорошее дело. Надо в бетон врезаться, долбить. А без бетона никак? Бетона? Да. Ну а зачем она должна держаться? На столбике. Да. А вот такой столбик. И реально столбик куда-то не идет, сколько? Давай вот сюда. Тут как бы этого типа не видно. Вон тут угол. Все, я снимаю. Ну вот, перекинули мы наших цыпляточек. Такая вот у них квартирка получилась. Вон домик. Тут они пьют, кушают. Сверху их защищает система противовоздушной обороны. И тут еще не сушки наши. Ну они заметно поменьше, потому что это не сушки. Но они тоже должны быть под защитой. Тут вот песочек им насыпали. Такие дверки. Вот. Вот хорошо у нас. Такие дела. Бройлеры сегодня сами в основном сидят в домике, не выходят. Несколько штук вышло, остальные сидят. Гуляют в корочке. Несушечки. Типа-типа-типа-типа. Типа-типа-типа-типа. хорошо на воле это вам не в клетке сидеть тут скажу простор нашли себе прибежище под досками камушки кирпичи кладем чтобы они не утонули еще маленькие зерно насыпали вон брови посмотрим кто тут дома у нас сидят греются как теплички иду парень любопытный тут смотрит вот так вот вот она такая скажу у нас хата покушать есть что еще надо вот так такие наши дела хозяйские если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного